Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня очередная распаковочка и первая посылочка. Эта посылка не маникюрная, так ко мне пришли беспроводные наушники. Вот такая элегантная коробочка пришла. Есть вот такие цвета, у меня розовенькие я выбрала. Но сейчас посмотрим, какой цвет наушников мне положили. Есть вся инструкция на коробке. Коробка такая, как в айфоне, очень презентабельная. Посмотрите, как выглядят наушники. В наборе у нас идёт инструкция и кабель для зарядки. USB кабель, но предупреждаю сразу, он очень-очень коротенький. Где-то около 15-20 см он очень коротенький. Но это у всех таких вот спроводных наушников, они все маленькие USB кладут. Есть инструкция на китайском и английском. Кому интересно, можете поставить на паузу, почитать. Но думаю, здесь ничего сложного. И сами наушники, они упакованы в такой вот приятный на ощупь пакетик. Сам коробок белого цвета. Есть вот одна кнопочка. Сзаду разъём для зарядки. Что-то вот испачканное. Думаю, ототрётся. И две вот такие вот лампочки. Открываем. И да, наушники такого цвета, как я и заказывала. Ничего особенного в блоке нет. Сами наушнички одинаковые, абсолютно розовый цвет, красивый. Есть две кнопочки, две лампочки. Абсолютно одинаковые. Давайте будем пробовать. Вот так вот нажимаете на блок, он светится синим. И когда наушники разряжены, они светятся красным цветом. Чтобы синхронизировать, нужно зажать одновременно эти кнопочки. И они синхронизируются между собой. Затем включаем Bluetooth на телефоне и подключаем наушнички. Всё очень просто. Всё, перестают моргать лампочки. Включаем звук и прослушаем музыку. Звучат не очень громко, так чтобы аж прям-прям. Но всё же неплохо за свои деньги. Это не оригинальные наушники. Поэтому притираться к им за 10 долларов я бы не стала. Поэтому я их могу порекомендовать. Они мне понравились. Поэтому кто интересуется аналогом, можете приобрести. Ссылки, как всегда, будут внизу в описании. Так что проходите, смотрите. Ну а мы двигаемся дальше. И следующая посылочка. Ко мне пришли безворсовые салфетки. Запакованы хорошо. Но я бы не сказала, что они безворсовые. Они мягкие. Я заказывала предыдущие. Они были твёрдые. А эти совсем мягкие. Сейчас проверю, есть ли у них ворс. И да, ворс тянется. Посмотрите, очень хорошо тянется. Очень это ворсовые даже салфетки. В общем, я ими уже попользовалась. И могу сказать, что они очень плохого качества. Вот я слева взяла свои предыдущие твёрденькие. И они намного лучше. Они, когда в сухом состоянии, они твёрдые. Но когда намокат, они становятся мягкие. И из них ворс лезет, но не так вот сильно, как из этих, что вот справа. Поэтому ссылки оставлять буду только на хорошие проверенные салфетки. А на вот эти вот, что справа, стоили где-то около 3 долларов. Только деньги на ветер. Поэтому не рекомендую. Идём дальше. Ко мне пришли база и топ. Вот такие два стеклянных бутылёчка. Наверху указана база и топ. Вот такая вот фирма. Никаких обозначений больше нет. Давайте посмотрим на консистенцию. Какая консистенция у базы. Я бы хотела базу пожиже. И да, она жидкая. Вот это видео без ускорения. Поэтому можете наблюдать, какая у неё консистенция. Она немного вязкая и очень жидкая. Топ немного погуще, но тоже жидковат. В работе мне понравился. Вот это я вам показываю сейчас топ. Следующая посылочка. Ко мне пришли камуфлирующие базы. 5 вот таких вот баночек. Посмотрите, какая красивая упаковочка. Каждый бутылёк пришёл в свои коробочки. Это вот такая вот фирма. Очень красивая упаковка. На коробке есть вся информация, сроки годности. Всё как полагается. Сверху есть также номер. Давайте откроем, посмотрим. Это вот такие вот маленькие, но стеклянные. Замечу это стекло. Очень красивые баночки. Посмотрите. Также есть вся информация на бутыльке. Кому интересно, можете поставить на паузу, почитать. Это у меня 5 камуфлирующих баз. И давайте сразу с вами приступим к выкраске. Это номер 1. База густоватая, полупрозрачная. Но делаю выравнивание, и мне очень нравится с ними работать. Очень понравилась консистенция. Она самовыравнивается. Посмотрите, у меня получилось сделать выравнивание даже без помощи тонкой кисти. Просто перевернула типс, и всё. Вот какая красивая. Номер 2. Такая же консистенция. Уже поплотнее цвет. Но выравнивающий слой они полностью перекрывают типс. Повторюсь, что бутылек стеклянный, объемом 8 мл. Этот номер 3 более жидкая консистенция. Даже видно на видео, как она сама растекается. Не знаю, с чем это связано. Цвета похожие. Очень понравилась кисточка, удобная. Очень приятно наносится цвет. Этот очень красивый камуфляж. Но это более густая база. Только номер 3 жидкая. И вот номер 5. Это белая база. Я думала, она не просохнет. Она не молочная, она белая. Посмотрите, какой плотный цвет. Я сделала выравнивание этой белой базы. И отправила в лампу на 30 секунд. Она мгновенно, посмотрите, разравнивается без помощи тонкой кисти. Плотный-плотный цвет. Просушила 30 секунд. И она замечательно просохла. Эти базы я вам однозначно рекомендую. Пока что рекомендую. Не знаю, как они будут в носке. Но думаю, что проблем с ними не будет. В последующих видео я обязательно их протестирую на своих ноготках. Ну что ж, у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok